Матч администрации шахматного Феникса против, собственно, участников группы. Сегодня у нас пара Артём Капустин и Эльмар Кулиев. Пара достаточно равная. В общем-то, у обоих игроков есть шанс на победу в матче. Победу в отдельных партиях. Первую партию Артём играет белым и разыгран, по-моему, не самый опасный вариант английского начала. Вообще интересно наблюдать в матче, когда равные силы. Не когда кто-то явно сильнее, да, или хотя бы даже там 300 пунктов. А здесь, я так понимаю, что совершенно одинаковый рейтинг. Ну, если бы меня попросили бы делать ставку на результат этого матча, скорее всего, поставил бы всё-таки на Эльмара. Я думаю, 1-1. Да, ну посмотрим. Ну, в общем, пока какой-то... Атлинское начало, пока теория, я так понимаю. Да, но, если не ошибаюсь, А6 всё-таки не главный ход. Может быть, белые могут что-то из этого извлечь. Хотя, конечно, позиция достаточно спокойная. По идее, ничего сразу не должно произойти. Ну, А3, ход логичный. Ну, А3, А5, наверное, да? Ну, да, белые могут попытаться сделать вид, что это включение в их пользу. Хотя, конечно... Серьёзно, это... Чаще всего здесь план всё-таки Б4 провести. И, наверное, ладя Б1. И потом будут долго и упорно белые пытаться это осуществить. Ещё Конь-Д5, наверное, идея где-то будет, да? Да, но Конь-Д5 могут... То есть, если хватило Диаба-1, чёрные могут Конь-Д5 уже не дать сыграть. Ну, вот надо подумать, как лучше именно в этой позиции реагировать. Вообще, английское начало очень сложный дебют. Ну, я имею в виду для шахматистов, которые, ну, как бы, не такие сильные. Тут нужно разбираться в нюансах. Размены фигур очень важны. И позиция всё-таки закрытая. Ну, тем временем белые, видимо, допустим, крайне неудобные. Чё-то да, вот пока я это сказал, произошло что-то не очень хорошее. А какой-то ход странный ладья Е1, да? Да, мне кажется, и Ферс-Ц2 ход странный. Ферс на С2 ничуть не лучше, чем на Д1. Да, ну вот Конь-Д5 или проведение Б4 более было, наверное, грамотно. Да, Конь-Д5, ладья Б1, в общем-то. Стандартные ходы. Другое дело, что... Но даже тут, наверное, ничего совсем страшного для белых не произошло. Стофиев. Стофиев. Стофиев, 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 я тоже ход не очень понял. Теперь в белых вообще проблем нет. Да, пошли. Ну, вот я сказал о позиционных каких-то вещах, которые сложно даются многим шахматистам. Ну вот, это все-таки опыт, да, и какие-то навыки, которые нужно постоянно развивать. И вот пошли неточности, мне кажется, с обоих сторон. Ну да. Позиционные, они не грубые, конечно, я думаю, что позиция всегда около равенства. Но, тем более, это Блиц. Не знаю, до размена черных на Е3 я сомневаюсь, что там равенство. Позиция черных выглядела приятнее. Ну, около равенства. Полное равенство, это понятно, что это такое вообще? Но все равно около равенства, наверное, было. Нет? А что, корот же два там потом пойду. В принципе. Ну, возможно, в любом случае это Блиц, момент уже заигран. Да, заигран, и здесь уже... Ну, здесь точно равенство должно быть. Ну, я не уверен в том, что сейчас Артем делает, что это хорошо. Потому что, видимо, намекает на Ладеев 1, на Ладеев 6 в каких-то позициях. Но проблема в том, что когда белые сдвоят с Полинеев, всегда у черных будет ход Ф6. И вся эта игра как-то... В общем, по виду не туда. Сейчас черные въедут на Б3 или на Б2. Ладея на Ф3, Ферзь на Х5 производят странное впечатление. Мне нравится ход за черных... Ой-ой-ой. Нет, по-моему... А почему скорость такая? Я даже не успеваю комментировать. Что-то, мне кажется, уже зеваются через ход. Нет, у белых просто безнадежно, видимо, тут уже. Объективно. Но вообще ход Б5, конечно... И идея Б5 была, наверное, очень... Грамотно. Может, А4 надо было как-то пойти? Да, ну... Я сильно занимаюсь, что Ферзь на Х5, вся вот эта затея с Ферзь на Х5 и с ЛДФ-ты вообще была уместна. Потому что белые, ну, явно, не успевали ничего сделать, наверное, с Комптологией. А теперь они должны как-то... Не знаю, даже... Наверное, пора было вам вступать в этой позиции за белых, потому что других шансов я не вижу, если честно. За белых? Ну, я бы съел... А, да. Я хотел сказать, съел бы Ладьо, а там же потом еще... Ну, честно... Да, уже без двух будет. С другой стороны, а что делать? Ну, не знаю, ЛДФ-4, может быть. ЛДФ-4 и ЛДЖ-4. Видимо, какие-то такие идеи. Но они, на самом деле, не спасают, конечно. Проблема на том, что сейчас все висит. Не, ЛДФ-4 надо ходить, наверное. ЛДФ-4. Пешка Д4 все-таки важна. О, нет, это пол. Чем ты почел остаться без двух? Не, просто здесь ферзь... Мало того, что он пешку съел, так он еще по всей доске бегает и все контролирует. Ну, как-то надо белым ферзь Е2 пойти на консолидацию. Понятно, что позиция безнадежная, но не сдаваться, что-то. Вот так, наверное, еще одна теряется. Ферз Е2, Ферз Е4. Да, в общем, эта партия, видимо, долго не продлится. Но она как-то сразу не залазовалась, игра белых в этой партии. Да, тут потом белые получили шанс, но, конечно, Ферз Е4, Ферз Е4, совсем не туда. Вообще, атаковать без легких фигур тяжело в шахматах очень часто. Ну, когда нет слабости, я имею в виду позицию города атаковать. Ну, да, в фигуре есть всегда идеи пожертвовать, и как-то там перегруппировать больше возможностей. Это на 5 пешку все-таки какой-то схватил, да? Пытается бороться, конечно. Никому не нужно. Ну, видимо, за чем это самое простое, как-то... Ну, ладью надо привести, мне кажется, или что? Я хотел предложить ЛД8, но уже у С5 сыграл. Ну, выигрывай ты и С5, и все что угодно, но... Главное, на самом деле, не зернуть. Ничего. Ферз Е6, потом можно, да? На Д6 на Ф7 защищено, ладью перевести куда-нибудь и все. Может быть, черные хотят осуществить какую-то перегруппировку, вроде Ферз Д5, ЛД8? Не, это вряд ли. Скорее всего, Ферз Е6 шаг. Ну да, уже сыгран. ЛД8, да. Все-таки, все-таки, ЛД8. Две идеи в одном. Ну, ЛД8 по-хорошему выигрывала, видимо, сразу, потому что белые там еще и получали мат в ближайшем будущем. Ну, помимо того, что пешек нет, еще король плохой у белых. Ну да. А ЛД8 тут нельзя пойти? Тоже хорошо. Наверное, можно пойти как угодно. Мне почему-то кажется, что в контроле 5 плюс 3 нужно все-таки думать. Как-то я вот матч наблюдал, видел, очень многие быстро получают позиции плохие, когда еще времени столько, что... Люди просто не привыкли к такому контролю. Ну, видимо, да. Я вот тоже думаю, никогда не играл с таким контролем. Ну да, выгодно, конечно, Ферзей поменять. Надо пойти Ладья В2, ловушка сезона. Хотя даже в этом случае, по-моему, король в квадрате, да? Да, в квадрате, конечно. Нет, ну, Ладья... Я даже не знаю, как это сложно комментировать. Ладья еще на Ф4 такая неудачная какая-то. Да, но я не понимаю, зачем Артем играет в этой позиции. Видимо. О, отрезал. Хочет насладиться. Главное, никакие пешки не двигать. Ну, Ж6 ладно, но главное, чтобы король на В6 не пришел. Это единственный шаг, который был. Да, даже когда он туда приходит, следует ход Ладья В2, конечно, но... Ну, может, там мышка соскочит. Что-то, что-то же надо сказать про эту позицию. Король Е8 мне не нравится ход, кстати. Зачем? Король Е7 прятать. Ой, сейчас Ладья В7 и А7. О, боже, что это? Да вот я тоже не понимаю, что происходит, если честно. То есть Ладья В7 же. А там не ходит Ладья В7. Я не очень понимаю, зачем, во-первых, спрятал... Что же? Зачем король Е8 была сыграна? В чем идея этого хода? Ну, проиграна, все. Ладья В7. Точно, точно проиграна. Ну, может быть, не точно, но пока теперь большие шансы. У черных еще очень плохой король. Скорее всего, пешки С и Д упадут, а после этого будет вообще не очень. Вот ощущение, что проигран при королеве на Е4, как эти пешки двигать? Да, это конечно. Фантастика просто. Шаг. Ну, шаг, кстати, надо дать. Не, не уверен, что надо было давать. В смысле, это ничего не меняет, наверное. Нет. Просто, да, люди не привыкли к этому контролю. Это однозначно. Прежде чем играть матч за сборную зрителей или администрации, хорошо бы... Кстати, я считаю, это дает определенное преимущество администрации. Они же все-таки не первые будут играть, уже особенно в третий раз с этим контролем. А многие просто первый раз садятся и шлепают, как обычно, по 3 плюс 0. Да, это видео призвано компенсировать то, что состав администрации в среднем слабее, чем состав участников. Ну, участников там хитрость в том, кого берут. Пока берут, в общем-то, педали. Если берут сильнейших, то может быть, а если берут, то как бы... Ну, все-таки средний уровень участников, ну, я имею в виду зрителей, он же слабее, если по правде. А если кого брать, то это как получится. Понятно, что администрации люди все равно опытные. Да, но, в общем, тем временем, даже не знаю, как человеку здесь искать шансы на спасение, я не очень понимаю. Я думаю, что никак. Д3, там же всегда, не знаю, Д3, король Д3, уже пойду. Д3 просто, да, ладья Б8. Потом провели, надо два ладья успела обратно на 1, С4, король Е3, С3, король Д3. Все пешки упали. Ну, король Е8, да, это какой-то ход из других шахматов, кооперативных шахматов, кооперативные шахматы, то есть надо короля на G7. Там главное не зевнуть было эту идею, больше с проходной пешкой А идей-то не было бы. Да, не очень понимаю, как это произошло. То есть, ну, на маус-слип не похоже, а в другую сторону король, по идее, должен идти. Ну, черные, видимо, расслабились все-таки. Бывает. Ну, теперь, да, теперь вот это время, которое нужно было. Мне кажется, надо же 5 шаг, да, попытаться короля отманить, может быть, на F5. Ну, какие шансы? Таких шансов нет. Ну, вот F5. Чуть мне F5 тоже не нравится. А что там? А, может, хочет, чтобы поле Е4 у короля, да, не? Он хочет не надвигать пешки, а попытаться короля на D5. Притащить. Ну, в общем, да, это понятно. А если шаг, вроде А6, там король D5, может быть, и шансы на ничью, да? Ктём, надо сейчас не спешить и посчитать варианты, наверное. Да, да. Мне D8 не нравится, хоть сейчас G5, король Е5. Все пешки соединены все-таки. Мне кажется, что на данный момент получился неинтересный, а получился в интересный. Потому что тут непонятно. H5, это обязательно? Ну, а как усиливать позицию была? Король Е5. Ну, вообще, уже кажется, что ничья, нет? Не знаю, мне кажется, что по-прежнему белые должны как-то выиграть после ладья H8. И потом ладья идет на H1, и король эти пешки объедает. Во-первых, Арчем все-таки сыграл неправильно. Он не знает, как выиграют. Мне кажется, что он сейчас будет стоять на месте. Не, ну, если очень долго стоять на месте, белые могут проиграть в итоге. Вот. А, он хочет на король C4, ладья, видимо, Е5 пойти. Я думаю, что... Ну, вообще, разумная идея, когда проставить перед самый-самый надвинутый проходной, то есть на D2, по идее, оптимальное положение, должен быть выигран на белых. Ну, я не уверен. Ну, ладья, мне кажется, что выигран на по-прежнему H8. А я короля на C3 не успею, да? Там король D2 будет. Не сразу бежит. Да, на король C4 король D2, конечно. Ну, это, конечно, а потом и сейчас не будет от ухода сделано. Так, вообще, когда играешь, на самом деле, хуже все видно, чем, когда комментируешь. Да, это правда. Ну, и к тому же, мы несли как оперативно тут еще один вариант предлагаем, но ладья H8 может король E4 есть в ход. На ладья H4 и F4. И вообще ладья H8 не последовало. Да. Король E4. Ну, мне почему кажется, что ничья? Я не очень понимаю, зачем Актём отдал этот темп? Можно было то же самое с одним темпом? Нет, а как выиграть? Может, он шаг хочет дать, король F3? Боюсь, что он дал, но, не знаю, четыре пешки. Нет, ну, да, все, ничья, скорее всего. Нет, тут ничья. Может, белые могут проиграть, пропустить пешки. Нет, как? Я понимаю, что позиция ничейная. Я говорю, что прогнозируют результаты бороться. Ну, чё, будет самый достойный результат. Да. Все-таки. Вот, нашли ничью. Ну, я не знаю. Все-таки пока белые, по идее, из позиции силы тут играет. Ну, король E4, а когда? С твоей стороны, зная Эльмар, а я готов знаю Эльмар. Нет, мне нравится ход какой-то. Король E5. Там не было король D3 или чего-нибудь такого? Нет, Актём явно хочет ничью сделать. Путём вечного приставания к пешкам. А Эльмар явно не хочет ничью делать уже. И зря. Зря он не хочет. Ну, он ниграю хочет делать ничью. То есть, это не сильно. Не надо. Это же как командный зачёт. Точно. Нет, ну так... А что если съестнице 5? А, всё, я понял, что происходит. Один хочет ничью, второй не хочет. Ну, да, я же об этом и говорю. Король E5 наоборот. Так. Что это? Вроде выиграно, нет? Гладя D4. У кого только, да? А, Гладя D4 успевает всё равно, да? Значит, белый выигрывает. А почему не король G5? Почему он пошёл? А, тогда на D4. А, E4 или Ладя D1, да? Вот Артём нашёл, да. Нашёл? Ну, король E3-то надо пойти. Что он думает? Да, и всё закончится. Не, ну, собственно, Ладя H3 тоже, наверное, выиграла. То есть, король D4 даже там, даже там белый даже как-то выиграл. Ну, это не надо абсолютно, конечно. Ну, да, король D2 выиграл. Ладя H3 не очень техничный ход. Надо было дать шаг сразу. Ну, и тут хватает, конечно. Белый ресурсов. Почему он от ничьей отказался? Я не понял. Ну, напал на пешку и что это? Можно через шаг. Не, ну, Ладя C5, я думаю, справится тут. Ну, Ладя B8, Артём справится с процессом мотрования одной ладьёй. Да, так случилось партия, но, конечно... В общем, ваши комментаторы остались в недоумении от происходящего, если честно. Ну, бывает такое. Что ж, это блиц. Ну, оценка поменялась кардинально. Причём, такое ощущение, что, может, даже не один раз. Да. И, видимо, не два и не три. В общем, так или иначе, всем спасибо, кто посмотрел данное видео. Всем. Продолжайте полететь свою команду. Всем спасибо за внимание.